Виртуальный порох в морской воде не мокнет. Привет в эфире Виртуалити. Полчаса обо всем самым новом, интересном и необычном из мира видеоигр и компьютерных развлечений. Печальная новость для всех пользователей персоналок. Gears of War 2 не появится на PC. Разработчики считают, что лучше задействовать все силы на раскрытие потенциала Xbox 360, а не выпускать второсортную версию для компьютерщиков. Но ничего, не расстраивайтесь. Есть еще достойные проекты. О них новостях. Удивительно, но факт. Леди Крофт уже за 40, а выглядит она по-прежнему на 20. Впрочем, возраст дайвингу не помеха. Очередная серия похождения расхитительницы гробниц под названием Tomb Raider Underworld перенесет действие под воду. Как следствие, самая желанная виртуальная красавица обзаведется аквалангом и вполне натурально намокающим подводным костюмом. Скачки по древним руинам среди живописных джунглей тоже никуда не денутся. Благо, сокровищ Майя до сих пор хватало на все серии Tomb Raider. Видимо, хватит и на будущее. Обновленный движок демонстрирует кучу новых акробатических трюков, а также приемов рукопашного боя, разученных прекрасной англичанкой. К классическим автоматическим пистолетам прибавится, кто бы мог подумать, гарпун. А вот что останется неизменным, так это хорошеющий с каждой игрой округлости мискров, что снова манят геймера выросшим числом полигонов. А что же еще надо для виртуального счастья? Что это? Удивленно спросит пытливый геймер. Если это экшен, то как тут стрелять? На что японские разработчики, прищурив свои узкие глаза, немедля ответить. Но это же такая красивая! Афарика! Зивотные! Фотографироваться! В переводе с японского звучит так. Это первый в мире симулятор фотографа-натуралиста, отправленного в африканскую командировку. Ну и хотя выглядит это как вполне добротный экшен, цель его в том, чтобы животное запечатлеть на пленке, а не сделать трофеем. Правда, в процессе съемки само животное может захотеть сделать своим трофеем вас. Хотя отбросить копыта виртуальному фотографу не страшно. После съедения животным он респанится в палатке в обществе миловидной дамочки рядом. Жаль, что не у всех мастеров фотосъемки такие условия работают. Заигрывание с драконами никогда ни к чему хорошему не приводило. Странные они. В пещерах живут, девиц похищают, а золотобриллианты животом трутся. Общение с такими тварями даром не пройдет. Взять хотя бы главного героя Дивинити 2. Повадился он, значит, на драконов охотится. И на тебе подцепил какую-то заразу и сам драконом заделался. А выкручиваться, как всегда, придется игрокам. Только они смогут вернуть нерадивому приключенцу человеческий облик и избавить от навязчивого желания потереться мягким местом от цветной металлы. Ну а заодно, как водится, и мир спасут. Но это не раньше середины следующего года. Есть способ заставить геймеров поверить в то, что происходящее в игре на самом деле реально. Я сейчас не о растяжках на улицах. Марсиане атакуют. В интернете можно натолкнуться на вполне серьезные сайты, вышедшие прямиком из какой-нибудь игры. Разработчики Resistance 2 сделали целую сеть страничек, содержащих информацию о войне и секретных проектах, которые будут в шутере. И ни единого намека на розыгрыш. Все мрачно и серьезно. Так что случайные посетители обязательно спутают их с настоящими. А чтобы такого конфуза не произошло, предлагаю подробно познакомиться с игрой. Если описать Resistance 2 одним словом, то это самый масштабный экшен, что вы когда-либо видели. Это в равной степени относится и к кооперативному режиму, и к духу соперничества, и к режиму кампании, и даже к сообществу игроков. Это огромная игра, в ней огромные враги, огромные уровни. Она дает огромный опыт всем геймерам. В первой оригинальной игре Resistance Fall of Man сержант Натан Хэлл боролся с главной угрозой человечества — инопланетным вторжением. Этих пришельцев окрестили химерами. Они расплодились по всей Европе, и в приквеле вы сражались с ними в Лондоне. Но с тех пор их стало гораздо больше. Они обрели новую мощь и влияние, и им удалось захватить всю Северную Америку. Теперь дело за Натаном Хэллом и в Resistance 2. Он действует вместе с союзниками и должен защитить то, что уцелело от Америки, и победить химерк окончательно. Надо сказать, что появилось очень много новых видов врагов. Некоторые, представьте себе, 100-метровой высоты. Нехило, правда? Например, это Левиафан, с которым придется сразиться в Чикаго. Появятся твари, обитающие в воде, мутанты, полулюди, полухимеры, зомби. Много неприятностей доставят усовершенствованные химеры с остальными головами. В общем, в игре достаточно всякой дряни, чтобы стрелять, не перестрелять. В Resistance 2 появятся тонны нового оружия. Причем все пушки из оригинальной игры также будут присутствовать. Будут и такие виды вооружения, что позволят стрелять из-за угла, не высовываясь самому. Будут и такие, что смогут стрелять даже сквозь стены. Особую гордость вызывает полуавтоматическая снайперская винтовка. Мало что сравнится с ней по эффективности. В игре еще будут гранаты, разбрасывающие во все стороны гигантские шипы. Что круто, так это то, что в режиме кампании вы никогда не будете сражаться в одиночестве. Вы всегда будете биться бок о бок со стражами, генетически усовершенствованными солдатами, созданными для борьбы с химерами. В кооперативном режиме игры может принять участие до 8 человек, причем каждый будет иметь свою специализацию. А в мультиплеере так и вообще может собраться 60 человек. Офигеть, правда? Чтобы упростить руководство такой армии, игра предложит разделиться на отряды по 5 человек. Думаю, каждый геймер найдет для себя роль по вкусу. Выйдет Resistance 2 в ноябре эксклюзивно для PS3. Вообще сейчас в разработке находятся 4 достойных игры для PS3. Resistance 2 — одна из них. Этот экшен покажет пределы возможностей Соньки, так как мы используем консоль по максимуму. Если даже вы просто хотите посмотреть, на что способна консоль последнего поколения, обратите внимание на Resistance. Resistance 2 в ноябре эксклюзивно для PS3. Это Виртуалити. Мы продолжаем знакомить вас с новым и необычным из мира компьютерных развлечений. Не секрет, что игру Oblivion можно считать одним из лидеров по количеству любительских дополнений и модификаций. Поэтому и от нового проекта Bethesda Fallout 3 многие ждали широкой поддержки пользовательского контента. А нет, разработчики извинились и сообщили, что не успевают подготовить необходимые инструменты к релизу игры. Поэтому с любительскими модификациями для Fallout 3 придется повременить. Выпуск продолжает новости. Крайзис. Как много в этом звуке для сердца на корейского слилось. Сначала американский спецназовец Намад зачистил от корейской армии полуострова. Теперь его сослуживец намерен уже окончательно добить остатки целой корейской дивизии. Ну а заодно и не кстати затесавшихся на острове инопланетян. Кличка у нового альтер-эго соответствующая. Псих. В общем, выход самостоятельного дополнения к Райзису под названием Warhead состоялся. Свобода передвижения стала меньше. Доступных стволов больше. Динамики хоть отбавляй. Корейцы не поумнели. Но это легче объяснить шоком от вторжения американского спецназа, чем недоработка игры. А, да, главное. Если вы делали апгрейд компьютера, ориентируясь на оригинальный Крайзис, то посыпьте себе голову пеплом. Ибо Warhead еще более прожорлив к системным ресурсам. И потребует самое топовое железо для красивой картины. Давно известно. Хочешь принести куда-то демократию, готовь танки и вертолеты. Тактическая игра Warfare предлагает установить власть народа на Ближнем Востоке. Почему именно там? Да просто именно в Саудовской Аравии живет народ, жаждущий демократии. И готовь платить за нее нефтью. Обе стороны сего действия, то есть США и, собственно, народ Востока, обладают самыми современными средствами пропаганды. Как то, системы залпового огня Град, танки Абрамс, вертолеты Апачи, самоходные гаубицы Гиацин. Основная борьба за глаз народа развернется в города, где буквально каждое здание придется отчаянно убеждать в демократии. В игре даже предусмотрен стратегический режим, позволяющий выбрать следующую цель для пропагандистской машины. В общем, как гласит аннотация к Warfare, война, то есть, извините, установление демократии, это не искусство, а ремесло. Пригодится всем, другими словами. С выходом игры «Периметр 2» наконец стало понятно, почему киты имеют свойство выбрасываться на берег, а люди так любят заниматься дайвингом. Просто им в своей родной стихии тесно. Также и в игре есть исход и возврат. Две разноплановые цивилизации. Одни обожают сидеть в воде, других хлебом не корми, дай на суше потоптаться. И жили бы они себе спокойно и счастливо, каждый в своей экосистеме, да видно, шило у них в одном месте. Одних потянуло воду в землю превращать, других наоборот. Ну и пошла терраформация ударными темпами. Покатились разворачиваться передвижные базы, потянулись во все стороны высоковольтной линии, засновали туда-сюда миниатюрные самолетики. Кто победит? Слон или кит? На самом деле это не так уж и важно. Поиграть доведется и за тех, и за других. Какая бы хорошая игра ни была, всегда найдутся люди, готовые разорвать ее на куски. Такие ребята и становятся героями рубрики «Геймеры против игр». Какие проекты на этот раз придадут Анафеме, узнаем прямо сейчас. В общем, на днях поиграл в спор. В итоге ничего путного из этого не вышло. Наигрался за неделю. Сценария нет нормального. В итоге забил на эту игру. И просто валяется она у меня на полке. И за нее браться даже и не охота. Добавляешь там всяким зверекам руки, ноги, десять ртов, десять ног. От этого как бы ничего не меняется. Смысл остается один и тот же. Хоть ты сделаешь большого монстра, хоть маленького монстра, от этого ничего не изменится. Стиль игры не поменяется. И какие бы ты там монстры ни делал, все будет одно и то же. Игра рассчитана практически, наверное, на детей. Но если даже на взрослого человека, то это максимум на неделю. Интересная, скучная. И главный минус – это нет онлайна. Meek for Russia 2. Первая часть игры была полным отстойом. Вторая часть игры превзошла первую часть игры. Просто по всем показателям. Нет слов. Если машина в игре становится поперек трассы, движение просто останавливается, образуется пробка, и движение просто замирает. Больше нет движения. Самая эффективная тактика в игре – это биться от борта дороги, чтобы машину вынесло в нужную сторону в направлении финиша. Игра умудряется вылетать даже на самых мощных компьютерах и жалуется на нехватку оперативной памяти. Мне хватило 15 минут, чтобы понять, что эта игра полная Г, и играть вот и невозможно. Вместо этого на помойке. Всем, кто собирается играть в новую игру Warhammer Online, я могу со всей ответственностью заявить, что игра является абсолютным клоном World of Warcraft. Это все та же мутная мультяшная графика прошлого века, совершенно убогий интерфейс, и квесты еще туда-сюда. Мир не оригинальный и совершенно интересный. Лучше поиграть в Конона. Вот уж действительно, где графика лучше, сражения интереснее, а мир не оригинальный. Ну а Warhammer Online оставьте фанатов. Это конченые люди. Далее виртуалити. Искусственный интеллект уже существует. Интернет научился отправлять людей в прошлое. Виртуальный порох в морской воде не мокнет. Это виртуалити. Мы вернулись. Китайский суд приговорил студента к полутора годам тюрьмы за взлом правительственного сайта и размещение на нем ложного сообщения о землетрясении. За 10 минут, которая эта ссылка провисела, ее кликнули 760 раз. Еще немного, и китайцы бы стали прятаться в убежище и вставать в дверные проемы. Вот видите? Не все хакеры одинаково полезны. Выпуск продолжает новости сети, которые научат вас лазить только на правильные интернет-страницы. Мода имеет свойство меняться настолько часто, что просто не успеваешь перепробовать всю модную одежду и прически. На встречу модникам пошли создатели сайта извините, e-book yourself. Загрузив на сайт свою фотографию, можно посмотреть на себя любимого, постриженного по моде лет минувших. Возможность примерить на себе аккуратные стрижки 50-х, хиповские патлы 70-х не оставят равнодушными никого. Демонстрация внешности сопровождается музыкой соответствующей эпохи. Целый вояж в прошлое получается. Иную возможность увидеть себя в необычном свете представляет сайт magicskyle.com Богатейший ресурс для крикатуристов. Можно загрузить свои фотографии и поизмываться над ней вдоволь. Но человеку-творческому этого, конечно, будет мало. Специально для художников сайт позволяет рисовать крикатуры самостоятельно. Кладем перед собой фотографии лучшего друга и старательно переносим самые заметные детали физиономии. Результат, как говорится, на лице. Ученые, предсказывающие появление настоящего искусственного интеллекта в течение ближайших 15 лет, ошибаются. Оказывается, искусственный интеллект уже существует. Более того, он способен общаться со всеми заинтересованными людьми. Первый образец машинного разума находится на страничке AI точка сюрреализм и представляет собой женскую голову, наделенную весьма нехарактерным для женщины уровнем разума. С ней запросто можно общаться по-русски, поражаясь уровню иронии, который демонстрирует компьютерная программа. Машинный разум номер два, так называемый чат-бот по имени Киса, имитирующий живого собеседника в чате. С интеллектом у него, конечно, похуже, но именно этим он и похож на типичных чата-обывателей. В любом случае обе программы демонстрируют умение машины вести беседу. А не это ли самое главное, почему люди так ждут эпохи роботов? Серия Total War всегда была крайне популярна в России и Европе, но только не в США. Американские геймеры из рук вон плохо покупают стратегию, будь она хоть о средневековой Европе, хоть о древнем Риме, да хоть и в дальней Японии. Чтобы расширить аудиторию, разработчики пошли на решительный шаг и перенесли действия игры в 19-й век. Это позволило добавить в нее войну Соединенных Штатов за независимость, на радость всем стратегам по ту сторону Атлантики. Чем Empire Total War зацепит игроков остального мира в сюжете. Можете ли вы представить себе стратегию кардинально потрясающей основы жанра? Едва ли. Потому что стратегия это самый консервативный жанр игр. Грохочет ли на экране пушки, перезаряжает ли бластер и галактическая пехота, основная суть не меняется. Обвели армию в рамочку и в бой. Может, секрет успеха студии Creative Assembly как раз в том, что ее разработчики отошли от привычной схемы? Они по сути стали родоначальниками своеобразного жанра в рамках уже сформированной РТС. Это жанр, в котором ты управляешь в реальном времени большим количеством юнитов, которые разбиты на отряды. То есть задали новую планку, скажем так, для РТС. Речь идет о серии Total War. Сейчас в разработке находится пятая по счету игра Empire Total War. Взоры геймера предстанет насыщенная жизнь нового времени. Сталь и порох, честь и отвага европейца, чья нога впервые ступила на опасные земли Дикого Запада. Галеоны, груженные золотым мая, потянутся домой в Европу, где бушует Северная война. Война за австрийское наследство. Война семилетняя, ну и множество других конфликтов. До недавнего времени мало кто из разработчиков вообще касался этого периода. Достаточно сложно реализовать все взаимодействия, варианты построения отрядов, которые применялись в тех войнах. Первый, кстати, в линейке играть сразу за Россию, Российскую империю. Это, соответственно, период австро-прусских войн с Россией. Фридрих, ну, всем знакомым по Гардемаринам это время, и, может быть, попробовать себя в роли Суворова и разбить тех же французов. То есть, это наполеоновские воины. Основные конфликты 18-го века развернутся во всей красоте современных графических технологий. Ушли в прошлые стратегии, где прямоугольнички заменяли целые батальоны, а ромбики — кавалерийские эскадроны. Летализация юнита в импарио будет лишь в два раза ниже, чем персонажи в Обливионе. То есть, это очень высокий показатель для стратегий. Но самой главной особенностью Empire Total War станут морские баталии. Впервые в истории серии игрок лично возглавит боевые эскадры, а уровню их реализации позавидует большинство корабельных симуляторов. Морские сражения как таковые очень мало где встречаются, кроме специализированных проектов. В зависимости от типа корабля у него будут различные скорости, он будет также зависим от ветра, от погоды, то есть, шторм, пойти на абордаж было бы самоубийственным, к примеру. Наконец, продвинутая дипломатия впервые позволяет сравнить игры Total War с цивилизацией. Похоже, что креди в ассембле твердо решили биться за титул главного симулятора государства. Как обещают, вы сможете захватывать ряд наций без применения оружия. То есть, будет возможность, скажем, уничтожить династию определенную королей и взять этот регион под прокторат так называемый. Будет возможность заключать так называемые колониальные договоры. Ну, по сути, это аннексия государств. Но никакая дипломатия не убережет геймера от войны. Тотальной войны. В какую бы эпоху не забрасывал геймера Total War, готовиться к непрерывной борьбе приходится всегда. И новая война начнется в феврале 2009 года. Сегодня все. Не пропустите следующий выпуск Виртуалити. Увидимся через неделю. Пока.